При поддержке Министерства культуры Российской Федерации и телеканала «Дождь». 26 и 27 июля на набережной Плёса состоится первый российский гитарный фестиваль. Два дня на нашей сцене самые именитые гитаристы России и молодые талантливые музыканты. Ждём вас на русский кросс-роудс. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Ну, конечно, дурные продолжительные аплодисменты, ну а как же, такое событие важное. Спасибо. Повод, по которому мы пригласили сегодня всех, это с 26 по 27 июля 2013 года в городе Плёс, Ивановской области, стартует первый российский фестиваль гитарной музыки. Вероприятие, опять поаплодируем, конечно, это знаковые события. Вероприятие пройдёт при поддержке Министерства культуры России, при поддержке нашего продюсерского центра, столичная медиа-компания и главный информационный спонсор телеканал «Дождь». Ну, основная цель фестиваля, конечно, это пропаганда разножанрового исполнительского искусства, от классической до современной гитарной музыки. Обмен опытом, диалог между профессионалами и начинающими музыкантами. И, конечно же, самое главное, популяризация гитарной музыки. Надеюсь, это будет на долгие-долгие годы. Это мероприятие будет расти, обрастать. И со временем, конечно же, перерастёт уже международное событие. Сейчас я представлю людей, которые сидят рядом со мной. Это на пресс-конференции. Это Светлана Шмелёва. Поприветствую. Начальник репортамента культуры и культурного наследия в Ивановской области. Михаил Козырев, ведущий фестиваля. Дмитрий Виноградов, председатель московского открытого фото-клуба. Дмитрий Четвергов, хедлайнер фестиваля. Александр Хаскин, представитель компании ERG, который является партнером фестиваля. Особо поприветствуем нашего уважаемого гостя, специального гостя из Америки и Израиля, Лазер Лой. Михаил Суджа, мастер-классы. И Константин Голдынский, директор фестиваля. Вообще Плёс является одним из лучших и самых красивых городов Поволжья. Это маленький уютный город, который отстроит свои двери для всех любителей гитарной музыки. Итак, дорогие друзья, как уже было отмечено, идея проведения фестиваля родилась у нас в областном центре, когда Михаил Александрович встречался с творческими союзами и с нашими музыкантами. Итак, мы выбрали один из самых маленьких городов, по крайней мере, на Волге, город Плёс. В 2800 проживает человек в этом небольшом городке, но, тем не менее, уже на сегодняшний день Плёс является по существу культурной столицей нашей Ивановской области. Даже практически, вот если перечислим последний месяц, самые знаковые события прошли именно в Плёсе, на этой мужской земле. Это и фестиваль Тарковского, это и международный фестиваль молодых фотографов, это и российский фестиваль Плёс на Волге, и камерные формы общения. В частности, у нас один из волшебных сегодня ювелитамских культурных центров. Мы буквально две недели назад презентовали там рояль. И вот вновь мы ждем с нетерпением нашего первого российского фестиваля гитарной музыки. Если вы спросите о бюджете этого фестиваля конкретного по Ивановской области, я скажу, что средства действительно незначительно у нас заложены в целевой программе развития культуры Ивановской области, и нам помогают социальные партнеры и спонсоры. Нам приятно отметить, что ожидает этот фестиваль не только профессиональные музыкальные коллективы, творческие группы, но и наши молодежь. В областном центре у нас прекрасный музыкальный колледж. В колледже в этом году исполняется 100 лет, и именно наши гитаристы, молодые музыканты с нетерпением ждут и мастер-классов, и творческие программы, и, конечно же, индивидуальное общение с мастерами музыкального творчества. Ну а более подробно о содержании фестиваля, я надеюсь, расскажут наши коллеги по пресс-конференции. Здорово! Спасибо. Ну а сейчас слово предоставляется ведущему фестивалю Михаилу Козыреву. Спасибо. Вот сказано только, что было сколько людей живет в Плёсе. 2300. 2800, да. Я думаю, что вот в Токио в тот момент, когда там делали фестиваль, жил не больше. Точно так же, как и в Кластомбере, историческими и великими на карте земного шара становятся фестивали, которые возникают из маленьких мест, которые вдруг неожиданно потом надолго входят в историю. Мне кажется, что космическим кораблем научиться управлять легче, чем играть на гитаре. Ну, у меня какое-то вот такое абсолютно божественное отношение к тем людям, которые владели этим инструментом, а еще могут извлекать из него какие-то совершенно божественные звуки. Из тех людей, из тех музыкантов, которые выступят на первом гитарном фестивале, я давний многолетний поклонник Николая Девлет-Гильдеева, гитариста группы «Моральный кодекс». Он недавно на телеканале «Дождь у нас» сыграл полноценную сольную программу. У него вышло аж три диска. Много имен в программе тоже для меня. Я их открываю для себя в первый раз. Постараюсь послушать перед тем, как вести этот фестиваль. А в целом, мне кажется, что цель одна – это оттянуться. И эта цель оправдывает все усилия, которые нужно приложить, для того, чтобы всем было прям хорошо и в кайф. Для меня, это было дома. Мои великолепные родители из России. И в Израиле, я начинал блузу, наверное, как первый раз, может быть, 15 лет назад, в Израиле. Я играл блузу в Израиле. И израильские люди не знают так много блузу. Но только кто я играл для них – это русские, в Израиле. Поэтому все, где я начал играть в Израиле – это русские клубы. В Израиле я начал играть блуз. В основном, начал играть блуз для русскоязычного населения Израиля. А в этой стране я чувствую, как будто я вернулся к истокам, потому что моя семья исторически родом из России. В Израиле мы часто шутим на тему того, что израильтяне все время ищут, что будет нового в музыке, а русские все время черпают вдохновение из того, что в ней было. Поэтому для меня это очень интересное, быть в гитар-фестивале «Шалом Лейзе». И я встретил тебя. Какой ты? Спасибо. Для меня прекрасно то, что я стал частью этого фестиваля. «Шалом, меня зовут Лейзе». Это круто. И, как я из Израиля, весь момент из Израиля – мы говорим, что Бог единственный, мир должен быть единственный. Поэтому фестивалы приводят все позиции. Весь смысл существования государства Израиля – это то, что Бог един, и Он объединяет людей. Точно так же, как этот фестиваль, объединяет самые разные направления гитарной музыки. Главная цель фестиваля – все-таки оттянуться. Ну, как и на любом фестивале. Плюс вообще шикарный, шикарный, волжский, старинный русский город. Возрожденный, возрожденный, не побоюсь этого слова, за последние годы. То, что мы планировали, может быть, не все, невозможно все за первый раз воплотить. То, что задумано. То есть у нас фестиваль проходит без фонограммы, у нас фестиваль проходит без плейбэка, у нас выходят честные музыканты, и честно играют то, что умеют делать. И будет второй зал, где будут мастер-классы, где будут мини-концерты отдельных гитаристов, где будет фото-выставка, где будет выставка гитар. По Плёсу мы перемещаться будем в основном на экологически чистом транспорте. Это будут велоликши, это будут электромобили. В Плёс сейчас по выходным, по праздничным дням очень ограничен въезд автомобильного транспорта традиционно. Но я думаю, всем понравится. Потому что пешком, например, по Плёсу гулять еще лучше, чем на велоликше. Это правда. И передвигаться на всех, наверное, типах водного транспорта. Будут и теплоходики, и там водные такси. Очень активно все это работает. Я всех жду в Плёсе. Заезжать можно с 25-го числа, а уезжать вам не захочется. Если кто-то захочет посетить и экскурсионные площадки, они тоже у нас будут работать. Во-первых, у нас замечательные новые музеи, которые отреставрированы в зданиях и по истории Древнего Плёса, и по истории Ивановской области. У нас прекрасный вот этот вид там холл, который тоже был рюнирован, и он там сможет уединиться. Но самое главное, наши аплодисменты Михаила Голдынского. Потому что именно ему принадлежат все благие, Константин, идеи о данном фестивале. Спасибо, Костя. Вообще спасибо Небесам, что наконец-то обратились к гитаристам в достаточно серьезном уровне. И здесь, конечно, не... Но самое главное, что мы уже не один десяток лет дружим лично с Николаем Александровичем. Я уже в Иваново несколько раз был, и в Кинишме. И всегда это были приятные концерты, потому что публика совершенно потрясающая. Основой нашей музыки является блюз. И это действительно уникальный язык мирового коннекшена, скажем, между музыкантами. Я вот, например, просто, скажем, не имею денег, скажем, курировал по Европе, по Америке, имею только инструмент, даже долго-то не мог общаться, разговаривать. Но когда я брал в руки гитару, то было понятно всем окружающим, тем более музыкантам, которые со мной были, о чем мы говорим. Мы говорим языком блюза, говорим языком музыки, а музыка — это великая тайна. Спасибо. Наша компания, компания ERG Custom Guitars в этом году представит свою уникальную новую коллекцию на фестивале гитарном. Конечно же, гитарный фестиваль — это музыканты, в первую очередь, но и инструменты, на которых они играют, немаловажны. Мы постараемся осветить историю с помощью мастера, который изготавляет инструменты, рассказать о том, как они делаются, предоставить уникальную новую коллекцию, сделать мастер-классы, которые пройдут в Левитан-холе. Также компания благодарит за поддержку Первый гитарный фестиваль Центра Игоря Сандлера и столичную медиакомпанию за оказыванную поддержку и возможность донести до фестиваля также уникальные инструменты, которые помогут поднять качество музыки и показать, насколько инструменты важны в качественной музыке. Также на фестивале примут участие известные музыканты, которые уже играют на гитарах ERG. До этого говорили, что Дмитрий Четвергов, Михаил Суджан, который будет участвовать в мастер-классах на гитарах ERG, Дмитрий Малолетов, который будет участвовать в фестивале, также играет на гитарах ERG. Будем рады всех вас видеть и мы к вашим услугам. Давно надо было и чаще не стесняться делать подобные мероприятия. И вот этот первый шаг, по-моему, очень смелый и достаточно широкий. Хочу отметить то, что программа фестиваля действительно по музыкальным даже направлениям совершенно разнообразна. И гитаристы будут тоже совершенно разные. Здесь и рок, и панк, и также различные другие музыкальные стили, в которых будут выступать гитаристы на этом фестивале, а также коллективы, тоже принимающие участие. Большая обширная программа, что очень приятно. И я думаю, что этот фестиваль станет традицией. И на всяком случае я искренне желаю этого всем, и тем, кто придумал это изначально и планирует развивать. Поэтому думаю, что музыкой люди останутся довольны, поскольку гитара будет представлена в очень широком спектре своих возможностей. само место предоставляет уникальные возможности для любого фотографа, для начинающего, профессионала, потому что фестиваль будет проходить в уникальных интерьерах этого старинного русского города. Это и пейзажи, это и уникальная архитектура, храмы. А самое главное, любому фотографу всегда интересно наблюдать за теми эмоциями, которые возникают на лицах людей, особенно для людей и общества. В данном случае гитарный фестиваль это огромное количество гитаристов, которые будут на пределе своей души, на пределе эмоций будут работать для всех нас, для всех участников. Фестиваль гитарный это очень трудное мероприятие. И хвала людям, которые берутся за такое дело, потому что я не понаслышке это могу сказать. Я сам провожу гитарный конкурс уже 10 лет. Это многолетняя гитара, его знают гитаристы все. И вот Дмитрий Четвергов бессменный, так сказать, член нашего жюри. Спасибо за то, что пригласили на это мероприятие. И я постараюсь не столько сам играть, сколько рассказать о гитаре, рассказать, как ей заниматься, как прийти ко всему этому. Спасибо. Здравствуйте, Антон Тихевчук, газета «Известия». Мне, наверное, к Константину Ладынскому тут вопрос. Я хотел бы узнать по поводу формирования лайнапа фестиваля. То есть я обнаружил много имен, но, скажем, увидел тоже, так же, как и у Михаила, одного из моих самых любимых гитаристов, Коли Далит Кильдеева. Но не обнаружил перстам Сергея Воронова. А почему, я упоминаю именно Сергея Воронова, скажем, его клубе «Мюзиктаун» проводится уже около года, проводится единственное в Москве джемы, которые, к сожалению, собирают очень мало народу, но где играют весьма достойные ребята. Это в силу каких-то личных обстоятельств или просто на этот год до этого пути не дошли? Главная персона на фестивале – это гитара, поэтому никаких личных отношений само собой. У кого-то гастрольный график не позволяет, кто-то запланировал отпуск, кто-то за рубежом. Вот такие, ну, объективные обстоятельства. Объективные обстоятельства. А на самом деле, то есть, я думаю, в дальнейшем будем расширяться и по количеству сцен, и, может быть, даже и по времени. То есть, может быть, будем планировать три дня в дальнейшем. Скажите, вообще, мероприятие, какой-то успех будет в перспективе обречено, потому что мы знаем о закрытии журнала. И выжили журналы Music Box, например, здесь музыка практически не представлена, на телеке, если мы тоже не берем. Вообще, есть какие-то надежды на то, что мы выйдем от этого услышать не только в плесе, а в этом все отношения? Я уже 10 лет подряд езжу каждый год на фестиваль Download. Это один из самых крупных фестивалей, рок-фестивалей в Англии. Вот 10 лет назад это бывший фестиваль монстры рока. Там было всего две сцены, и 10 лет назад буквально он возродился. Сейчас, буквально месяц назад я там был, там было 5 сцен, 120 тысяч людей, и на каждой сцене по 12 часов плотно, очень была очень плотная графика работы. Я считаю, что перспектива колоссальная у этого фестиваля. Почему? Да потому что все развивается по спирали в этом мире, белая и черная полоска вверх-вниз. Сейчас, безусловно, вакуум музыки все это прекрасно понимают, и на моих глазах выросла очень большая плеяда музыкантов, именно рок-музыкантов, которые хотят играть на гитарах, которые обращаются к корням, к истории. Россия страдает от нехватки барабанщиков и вокалистов. Это беда у нас. Гитаристов очень много. Гитара, с одной стороны, очень трудный инструмент, с другой стороны, три аккорда выучил, и уже каждый себя считает в какой-то степени, но гитаристом. Но на самом деле, вот, Дима Четверков, он каждый день, до сих пор уже много десятилетий занимается по многу часов каждый день. Вот это гитарист. На этом месте сидел Сет Риггс, это основатель вокальной школы в мире, его ученики Майкл Джексон, Барбара Стрейзен, Стив Вандертин, Тернир, Мадонна и так далее. Он рассказывал, что Дженнифер Лопес каждый день занимается шесть часов вокалом и шесть часов танцами. Каждый день 12 часов. Вот когда в России музыканты поймут, что гитара это прежде всего колоссальный труд, колоссальный труд, вот тогда эта культура конечно пойдет, но меня радует, что в последнее время действительно появляются хорошие гитаристы из молодежи, то есть молодежь в общем-то отрывается от компьютеров и садится за нормальные дела. Я свято верю, что этот фестиваль будет иметь продолжение и как сказал Костя, действительно это будет уже три дня проходить и не на одной сцене, а на нескольких сцен, и конечно же в следующем году я надеюсь приедет и Сережа Воронов и многие другие музыканты и это уже приобретет статус международного фестиваля. Вопрос, Светлари Шмелевой, инфраструктура Плеса готова к приему и будет ли возможность разместиться в палатах, например, вокруг фестивальной сцены или как это все будет происходить? Спасибо. Вопрос, Светлари Шмелевой, Светлари Шмелевой, подготовить в этом году спуск, поэтому перенесли в центр города. Но кто имеет желание приехать с палатками, то есть в непосредственной близости к сцене нет возможности. Екатерина Архипова и Пелхлад Нивус. Ну, не знаю, к кому вопрос, просто вот вы сказали, что вы надеетесь, что гитара поведет детей, молодое поколение, да, в компьютер. А так вот вы вообще относитесь к такому как к гитархирову, который, ну, вы знаете, наверное, это, хотя представка Е, она в виде гитары и, ну, можно играть известные композиции, просто... Сделай вид. Нет, нет, там пальцами надо тоже очень быстро работать и зажимать, и все такое. Но техника игры совсем другая. Вот очень много на Западе у нас люди играют, молодежь именно из ревнуто, из фестиваля, из комплексов и так далее. Но это не очень хорошо. Поэтому, поэтому, много думали. На самом деле, как говорится, чем бы дитя не тесилось, не тешилось, если бы не плакал, в данной ситуации в деле, то есть бросай наркотики и прочие дубные примычки, берись все, что угодно, там, PlayStation, хотя тоже, на самом деле, это будет немножко в другую сторону. Я, честно, не хочу, чтобы, например, мои дети занимались такими игрушками. Есть, ну вот, правда, сказал Николай Козырь, есть скрипка, есть гитара, есть вещи, которые будут вечными. Правильно? То есть, одно, выкинь батарейки из этой игрушки и что он будет делать дальше, да? То есть, все-таки, такая зависимость от гаджетов, это, своего рода, болезнь. Потому что, многие, обратите внимание, люди садятся в метро, да, и говорят, тоже доставят в мобиле, телефонный, я когда-то что-то там еще что-то там сделать, просто мозгами подумай, закрой глаза, наметь свой план. Я говорю о том, что, все-таки, гитара, да и даже, в конце концов, не гитара, любое увлечение, любым делом, более-менее таким, скажем, даже, может быть, и не перспективным, но греющим душу, дает человеку возможность развиваться даже не в одном направлении, скажем. Я на самом деле, честно говоря, если гитарист занят только извлечением нот и скоростной игрой, совершенно тупой, да, и, скажем, есть многие музыканты, которые просто, ну, ему говоришь, сыграйте гамму, он говорит, а дайте ноты, без нот, как говорится, а многие говорят, не ноты, без банкноты, тоже. Есть определенная грань, по которой нужно идти, и ни влево, ни вправо не заваливаться, нужно найти свою гармонию. Я считаю, что, конечно, гитаристы — это не вокалисты, вообще-то гитаристы — это принято считать, что гитаристы — неудавшиеся вокалисты. Безусловно, песня, она ближе к народу, да, и пока не будет индустрии музыкальной, как, скажем, вот у Николова Козырева наше радио, безусловно, наше радио будет приносить или, скажем, на его новую передачу приходить с таким проектом, как у Николова Кельдеева, и народ об этом увидит, узнает. Безусловно, поднимется рейтинг гитары, поднимется рейтинг инструментальной музыки. Но я умышленно, кстати, в своей группе использую вокал, с тем, чтобы разбавить ногу, потому что, сам знаю, что через 30-40 минут, я лично в этом убежден, какой бы ни был высокий профессионал на сцене, от запиловой гитары, уже, честно говоря, уже не знаешь, куда деваться. Я, как гитарист, мне уже тяжело. Через 30 минут мне тяжело, от гитары, я уже как бы там стрелять, не грант состиваю. Состиваю немножко дальше пошел, вон там скрипку, кстати, в своих концертах, и какие-то вокалы употребляет. На самом деле, нужно разбавлять музыку. Наша задача музыкантов не утомить народ, самое главное. Если мы будем утомлять своими экзерсистами музыкальными и бесконечными поливами, то, конечно, все разбегутся и не придут, потому что девчонки должны радоваться, правильно? Ну, а для чего все? Мы гитару взяли для того, чтобы девчонки радовались, чтобы они были героем из своего рода, и чтобы они были понятны для народа. Если мы найдем эту глянь, музыканты, чтобы не утомить вас, не утомить весь народ, тогда действительно этот фестиваль будет идти вперед, тогда действительно мы найдем какие-то компромиссы и найдем возможные пути для того, можно популяризировать этот стиль очень сложный инструментальной музыки. Валентина Костя, кто столичный медиакомпании. У меня вопрос к Мистеру Лоиду. Скажите, пожалуйста, а вы с Раидом существует? Есть на сегодняшний день какие-то группные гитарные фестивали? Есть ли несколько слов о характере и, допустим, от этих поведения? Конкретно гитарных фестивалей нет? есть фестиваль я должен был на нем сыграть, но теперь приходится выступать здесь. лучше быть здесь. Здесь хорошо. Это очень популярно в Израиле этническая музыка. Израильцы любят когда я приехал в Израиле американсы являют сквер и из Америки. Американсы любят классическую музыку или джей. Израильцы любят слышать бидлы с этническим heavy metal вместе. Израильцы не знают кто они действительно они они не знают кто они сами на самом деле. Это очень молодая страна поэтому мы все время ищем все время в поиске. Они любят комбинить старые арабские инструменты с современной музыкальной культурой. Но блюз по-прежнему популярен. может быть в следующем году вы приедете в плесе и израильский стайл. Может быть приедете в плесе и сделайте нам шоу в этническом варианте по-израильски. Спасибо большое. Приглашайте с радостью. Фишка всегда заключается в том чтобы угадать нужное время и нужное место. Если с этим какие-то звезды сходятся то у фестиваля оказывается впереди долгая и счастливая дорога. Начинать и придумывать всегда гораздо интереснее чем в общем потом люди делятся на два типа одним интереснее создавать а другим интереснее поддерживать. Вот я точно отношусь к первому типу. Поэтому находиться в начале истоков для меня всегда гораздо более увлекательно чем либо приходить по что-то что уже есть либо долгие годы повторять одно и то же. У многих получается у многих не получается. Здесь налицо все слагаемые чтобы это получилось надолго. Очень важная вещь заключается в том что точно так же как я объясняю любой начинающей группе которая приходит и дает мне песни часто ты слышишь один и тот же аргумент у вас же в эфире вот это играется а это не хуже а это изначально неправильный посыл тут нужно задавать себе вопрос не почему ты можешь не хуже а в чем тебе что в тебе такого уникального чего нет ни в чем другого в данном случае есть уникальная позиция у этого фестиваля нет гитарных фестивалей вот таких на открытом воздухе еще в уникальном месте в которое удобно добираться недалеко от москвы в котором так живописно и фишка заключается в том что всех объединяет инструмент который позволяет много разных стилей на нем сыграть поэтому вот я верю в это из-за того что это вот такая уникальная фишка в основе лежит если все срастется то там через 10 лет несколько ведущих гитаристов мира будут биться между собой кому ехать туда а кому не ехать считаете этот фестиваль должен быть чисто российский или же это должен быть международный фестиваль я сейчас произвешу крамульную вещь я вообще не считаю что что-нибудь должно быть чисто российское или чисто я не знаю израильское или чисто южноафриканское я вообще считаю что жизнь нам дается один раз планета маленькая и чем ближе мы будем друг другу тем лучше а тем более музыка единственный жанр по моему глубокому убеждению который объединяет абсолютно все религии конфессии все вероисповедания это рок на рок-концерте сотни тысяч двести тысяч людей стоят иудеи мусульмане христиане православные и все тянут козу в едином порыве и ни у кого даже мысли нет подумать что рядом кто-то другому богу молится неважно для тебя вот твой кумир на сцене все кайфуют получают мощнейшую энергетику мощнейший драйв и на рок-концерте безусловно это одна из немногих жанров один из немногих жанров где люди обмена энергии идет мощный посыл энергии идет в зал со сцены и такой же мощный посыл энергии из зала на сцену и как говорил Станиславский кто вдохнул пыль сцены то задохнулся навсегда вот для рокеров это как ни для кого очень важная фраза поэтому любите слушайте рок-н-ролл слушайте гитарную музыку и у вас все будет хорошо один позитив спасибо последний вопрос газета правительства москвы тверская 13 моя фамилия лунев население в плесе 2800 как я узнал да десант будет 3000 была ли договоренность с населением выдержат ли они это же не 3000 художников с мобертами приедут а приедут ударники гитаристы с ума не сойдет плюс на самом деле мы конечно постарались вот насколько это возможно минимизировать все неудобства которые будут жителям они все-таки будут тем не менее я очень плотно контактирую с жителями плеса там практически каждый день бываю хотя не живу в этом городе я могу сказать что жители плеса этот фестиваль ждут чарочка моя серебряная на золотом блюдечке поставленная кому чару пить кому здраво быть пить чару всем гостям на здоровье на здоровье с дорогим друзьям то ни лес ни дрова расселаются наши буйные головки преклоняются за ваши дела прокричим ура 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 по того ура ура ур is ур аны а ур